Каримат Я снимаю программу о словах, называется «На слово дня», и вот сегодня интересуюсь значением слова «каримат». Вот как вы думаете, что это слово может обозначать? Приматы, я не знаю. Какие-то приматы, да? Коренной житель чего-то, какого-то поселения где-то. Может, машины чинить чем-то? Машины чинить чем-то. Ну, почти. Разводной ключ, я не знаю. Почти, вы знаете, градусов 180 от правильного ответа. Характеристика какого-то человека. Каримат – это характеристика какого-то человека, да? Понятно. А как вы думаете, девушка? Думаю, что это что-то с религией связано. С религией, да? Это какой-то определенный религиозный термин. Добрый день, молодой человек, здравствуйте. Я вас прощаю. Прощаю ваши грехи. Все. Ваша карма чиста. Добрый день. Нет, да? Тоже нет. Меня зовут Богдан, я снимаю рубрику о словах, интересуюсь значениями различных интересных необычных... А, с какого телеканала? Обратите внимание. Седьмой. Видите, как хорошо. Смекалкой работает, значит, у вас. Вопрос у меня такой. Как вы думаете, что такое каримат? Не казимат точно. Нет, точно не казимат. Хотя казимат тоже хороший вариант, правда? В качестве альтернативы. Может быть, какой-то новый ресторан? Ресторан каримат. Элитный. Может быть. Может быть. С кармой связанная. С кармой, так, да. Такой основательный мат. Может быть, человек, который матерится, вот каримат, да, у него плохая карма. Точно. Наверное, сквернословит. Сквернословит. Так точно. Здорово. Добрый день. Я смотрю, у вас кулечек Ева, а где же ваш Адам? Адам мой на работе. Понятно. Ну, вы ему ребро там как бы достали уже, да? Все нормально? Само собой. Не только ребро. И не только ребро достали. А вообще, в принципе, так, немножко достали. Крувей. И еще такой вопрос. Вот сколько нужно в теории собрать бутылок, чтобы стать миллионером? Миллион, наверное, бутылок. То есть миллион, получается, если бутылка по рубчику стоит, как минимум, да? Наверное. Я думаю, миллиард. Как минимум, да? Миллион, так точно. Сколько бутылок нужно собрать, чтобы стать миллионером? Ну, в детстве, конечно, двадцати хватало. Двадцати, да? Потому что тогда были купоны, да, и, понятное дело, там, две сдал, уже миллионер. Ни одной, надо их наполнять, чем-то и продавать в нашей стране. А пустых? А пустых? О, пустых, не знаю. Сложнее, да? Да. А какие бутылки нужно, там, виски собирать, там, из-под шампанского какого-то дорогого? Или можно, там, пивасик? Ну, или можно кристалл собирать, можно стать миллионером. Ну, просто очень много кристаллов. Груви. На русском говорите? Нет. Канешуа. А, да, катается... Не, не из вашей оперы, да? Вы вообще нелегальные иммигранты. Вот девушка, я думаю, она знает, что такое каремат, мы у нее сейчас это спросим. Добрый день, здравствуйте, прекрасно выглядите, у вас замечательный загар, как раз такой, эти... Нет, нет, мы же второй день загарили. Нет, еще не успели. Говорите, только быстро. Понятно, быстро говорю. По-моему, это что-то, матрас небольшой такой. Каремат, мы же знаем, что такое каремат. Вы знаете, что такое, ну, я же почему вас остановил? Потому что я видел, что вы знаете, что такое каремат. Это для туристов каремат используется. А что, как он выглядит? Ну, что это такое вообще? Это квадратная, как постель, только она складывается. Короче, постель для туристов. Да, постель для туристов. Прог네요. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...